всем привет меня зовут богачев роман и недавно выложил в инстаграм вот такой вот скриншот разговора пили переписки как удобней да то есть человек спрашивает чем проблема а я им отвечаю к сожалению консультирую только тех кто покупал через меня обратитесь к продавцу да здесь я поясняю почему я так делаю то можно посмотреть несколько отзывов вот собственно вот эта самая переписка он пишет не знает чем проблема я вот это вот как раз отвечаю там же в инстаграме кто-то к этому сообщению написал комментарий якобы это из-за алчности жадности жажды наживы и ну в том же духе ну я заблокировал конечно же такие люди не должны чувствовать в обществе нормально собственно к чему сейчас это все показываю вот давайте недавно у меня был тоже вопросы были человек покупал через меня аппарат и задавал вопросы то есть он пытался он покрасил у него не получилось и как мы этот вопрос решали давайте роман добрый надеюсь он не обидится что я переписку нашу опубликовал скажем так про утро покрасил потолок до люксом в два слоя первый слой там были посерьезнее пятна а второй слой тоже перед ну перекрылась но все равно очень много пятен и как будто как полосит не полосит я не понимаю на пыл от что просто красил первый раз какие вы какой выход и что попробовать где может быть видео посмотреть твое или как ну то есть первый раз столкнулся с покраской наверняка он что-то какие-то ролики смотрел ну нельзя же просто взять и попробовать да ты просто не разберешься сразу где-то что-то он видел решил что это просто решил сам все сделать и как правило не получилось первый раз я пишу сделай фото хотя бы чтобы понимать что там да потому что ну пятна пятна бывают разные от разных причин могут быть разные пятна чтобы хотя бы визуально посмотреть что он делал в каких условиях хотя бы понимать да то есть фотография дают уже больше понимания и кстати до третьих человек уже за несколько недель говорю про deluxe не мог покрасить да вот я ему пример выслал фотографии с нижнего новгорода прислали не могут тоже покрасить делюксом перекрашивают перекрашивают становится только хуже вот ну да конечно свои рекомендации как это надо было сделать изначально почему так получается и как исправить то в этот же день вечером выслал фотографии кстати посмотрим на них правда толком ничего не видно да ну вот все расплывчато вот ставьте на паузу если кому-то интересно рассмотреть я не буду задерживаться даже уменьшаешь лучше видно вот но хотя бы понимание есть что это каких условиях человек работ то есть мы видим это какой-то эркер ну чердачный может быть помещи скорее чердачное помещение да есть переломы на потолке полу наклоненная помещая поверхность и вот пятно вот пятно вот здесь видно вот тут пятна да вот здесь пятна то есть кто-то работает на аппаратах большим опытом он понимает из-за чего это получилось на то есть это не из-за плохой краски допустим можно и хорошее сделать точно такие же косяки любой хорошей краской можно сделать такие же грубые косяки да здесь я даю свои рекомендации какие-то ну то есть объясняю из-за чего произошло фото плохо видно но я представляю себе что там у тебя даже исходя из того что какой у тебя потолок какой-то красиво представляю что может получиться да я понял роман ну а как в целом вообще вот для актива грубо мозга для первого раза нормально или нет красил я 514 потому что я про пробовал 512 я кстати ему сразу сказал фото вообще все расплочит его на втором сказал что сразу сказал что украсил ты скорее всего пятьсот четырнадцатом 500 какого меня пятьсот шестнадцатый что ли я не помню какое на пятьсот шестнадцатом она вообще там ну она прям очень сильно заливает вот самое оптимальное у меня получилось пятьсот четырнадцатым да вот здесь я согласен что скорее всего я когда прокрашивал угол я залез вот на углу там видно что на пыл произошел то есть тогда получается мне как мне надо открасить две вот эти плоскости их укрыть и получается открасить саму ну как я ее называю кукушку кукушка это вот вот это вот он имеет ввиду самая верхняя часть в общем дал ему какие-то рекомендации объяснил почему здесь почему здесь у него получилось почему какие-то моменты получились плохие что он мог неправильно что я не знаю как он красил что он мог неправильно делать выслал видео как и красил с удочки как настраивать клиншот как красить потолки объяснил еще кое-что в итоге через пару дней человек ну андрей его зовут присылают мне отзыв о том что он сделал выводы выбрал нужную для для него ну были наиболее наиболее подходящие вариант из тех которых я вам предлагал роман доброе утро и удачных выходных спасибо огромное за ролик отзыв кстати потом мало кто отсылает обратно то есть обратную связь дает хотелось бы конечно больше который ты прислал я понял чем была моя ошибка я первый раз начал красить и начал красить с удочки удочка конечно ну понятно в чем была проблема еще пересмотрел твое видео посмотрел еще там несколько видео я просто снял эту удочку и пистолетом вот именно там 30 сколько там сантиметров где-то ну чтобы краска ложилась нормально все получилось огромное спасибо роман за помощь за подсказки рад что с тобой имею дело спасибо еще раз огромное спасибо роман доброе утро вот и тут еще надо объяснить что обиде у меня на канале очень много как оказалось и выбрать именно то что нужно очень сложно почему я не помню почему я делал видео что вот я делаю на одну тему потом добавляют вторую какую-то совсем другую перехожу на третью и в итоге иногда сам ищу чтобы вот прислать видео чтобы не объяснять а наглядно человек увидел я сам иногда просматриваю на ускоренке там три-четыре видео чтобы найти именно тот момент где я что-то объясняю по теме то есть видео не разбитый как бы конкретно по каким-то темам нет содержания чтобы ты вот понимал что мне надо зайти вот на это видео и с такой-то минуты посмотреть поэтому я и собственно и решил сделать видео курс до обучающий платный где будет это все разложено по полочкам то есть все это можно легко находить все там расписано причем это я на конкретных на живых объектах это все рассказываю объясняю показываю свои ошибки чужие ошибки то есть сейчас допустим я пришел на объект где сделана подготовка сделана часть малярки ну другими людьми я пришел доделывать я на этом при на этих примерах объясняю какие были сделаны ошибки как их избежать что какое следствие будет от этих ошибок я же не могу вот это все в youtube конечно выложить зачем это надо в youtube никто не выкладывает такие ролики где ты показываешь как ты возможно что-то плохо делаешь нет поэтому и будет это все сформировано а видеокурс и будет до выставлено за денежку то есть для первого раза для своего первого раза 67 квадратов и такой ломанный потолок я сегодня приехал я конечно всю ночь переживал мы вчера последний слой от краш это да я до сих пор сколько уже лет много лет крашу и и до сих пор есть некое волнение когда ты начинаешь красить и если какой-то сложный потолок ты можешь там несколько часов просто ничего не делать просто ходить туда-сюда что-то чем-то себя занять и оттягивать этот момент начала покраски да то что все равно каждый раз это ты не знаешь получится или не получится хотя ну вот я лично свой метод шпаклевание покраски соблюдаю вот я знаю что у меня результат практически всегда будет отличным но когда кто-то до тебя делал допустим шпаклевание и тебе приходится только красить ты не можешь гарантировать что человек исполнил все этапы до работ так как ты ему объяснил потому что каждый все равно интерпретирует по-своему а даже мы кино смотрим вот сидим вдвоем и каждый воспринимает его маленько по-своему правильно если каждый будет пересказывать пересказ будут отличаться друг от друга также и в малярке поэтому чтобы гарантировать хороший результат нужно все этапы конкретно соблюдать вот и да и ты когда покрасил ты же сразу не видишь даже если ты днем покрасил и вечером посмотришь еще не всегда понятно надо дождаться полного высыхания то есть утром приходишь и такое думаешь хорошо нехорошо раз так вот чик хорошо но бывает конечно что ты сразу видишь что плохо ты покрасил и ты видишь что у тебя результат будет плохой и сразу начинаешь исправлять несколько раз бывало такое что просто эту краска снимается и делается заново какой-то этап подготовки я сегодня утром приехал я просто тут кричал прыгал ну доволен пипец и ну что натяжной получился да я помню свои первые эмоции когда я вот покрасил а на следующий день пришел я просто в шоке от того какой результат получился сейчас я да спустя там пять лет я был на этом объекте где я первый раз красил потолок без воздушным методом нанесения конечно ужас ужасный для сегодняшнего меня это было просто какое-то открытие насколько плохо можно было сделать и насколько хорошо это казалось тогда знаешь 6 или 7 лет назад это было не уже не помню но тогда я конечно испытал такие эмоции что ничего себе как это круто хотя там явно были сразу несколько косяков вот и потом в трех местах этот потолок конечно треснул все исправлялась ну эмоции были конечно крутые сейчас это как бы ну как данность да как вот сел в такси поехал на работу допустим там 50 лет назад это было было бы вау ничего себе да изъянов практик ну нету ну как сказать может быть если посвятить там проявочным светом можно найти но визуально визуально просто просто бомба еще раз огромное спасибо то есть рот фронт так начнем роман ну конечно я извиняюсь что я тревожу вас но я просто сегодня действительно в шоке после валика и вот это безвоздушка и у меня тем более получилось то есть я вообще ну ну нет слов я просто доволен прыгаю до неба блин до результат валик и безвоздушка они конечно сильно отличаются зависимости конечно от краски если еще подготовка сделана ну на хорошем уровне подготовка под окраску да вот и определенная падает свет просто прямо однородно матовый может быть как это сказать отражение окна матовая такой матовая расплыв что может быть снулись любого источника света вот и конечно это поначалу впечатляет и многие заказчики покупаются на это да они хотят именно вот такое хотя на самом деле вот это очень нехорошо в плане эксплуатации на то есть рукой затронул и отпечатки как бы видно в этом в этом месте да помните видео делал где я покрасил коридорчик небольшой выставил лампу и как раз вот этот эффект отражение был виден да и казалось что краска только что покрашена на самом деле она уже сутки или двое постояла и так как мы красили капоролом этот как краска довольно таки прочная я как без проблем рукой раст потер и там люди пишут меня горит аж сердце горит екнуло потому что кто-то думал что краска свежая дана потому что так блестела кто-то просто привык что покрашенные стены нельзя трогать потому что будут оставаться следы да вот но на самом деле это следы вот кожи которая уже отмерла она все еще держится но она уже отмерла да и когда мы краску трогаем она кажется хотя и гладкая но на самом деле она очень и очень шершава если макро съемку прям сделать макро макро то она очень шершавая на самом деле видно вот эта кожа она отлетает и остается зацепляется за краску эти вот следы мы видим и хорошей салфеткой было полувлажные салфеточки да есть влажность салфетки которые не разваливаются вот это все можно вытереть и следа практически не остается ну на спирту на она лучше я не помню какими я пользовался ну не помню то есть поэкспериментируйте где-то за шкафом да когда красите краской покрасили я высохла где-то знаете шкаф будет стоять поэкспериментируйте как эта краска какие они она вы какие она выдерживает ну дефекты скажем так от руки от тряпки потому что был на одном объекте мы покрасили в доме а и заказчица хотела ну супруга заказчица заказчика хотела какие-то нарисовать в детских комнатах рисунки она начала смело так карандашом либо мелком и не помню что-то там делать какие-то наброски что-то и не понравилось она начала стирать и она не стерлась до конца то есть то что она размыла она пятном так и осталась на стене не понимают как так ну краска во первых не моющая во вторых ты же ее этими мелками пор это все забилось в поры краски ну не в поры вот в эти мелкие эти как наждачку если карандашом пройтись гриферем то вы этот грифель ну никак не уберете поверху если даже тряпочкой там убирают только размажет также с краской бывает поэтому не надо бояться краску трогать но лучше вначале поэкспериментировать то что разные краски они по-разному на это все реагируют и я не помню чему уже прослушали роман ну конечно я извиняюсь да потому послушали конечно человек в шоке вот этот потолок довольно таки сложный потому что к нему можно прям подойти я так понимаю тут высота небольшая и прям посмотреть вот так накоса на накоса практически всегда будут видны вот эти вот следы от проводок ну принципе я вижу заказчик вряд ли увидит что-то нехорошее и как правило да и классно тренирован я сразу вижу как была покрашена какие были правильно сказать ну неправильные движения действия маляра да но сам маляр этого еще может быть не видит а заказчик он вообще никак не может увидеть потому что для него это просто покрашена стена так же как и вот автомобиль допустим опытный слесарь-ремонтник да он услышит сразу какие какая беда с автомобилем увидит где-то что масло потекло где-то еще что-то там капнула для меня ну белая машина либо зеленая машина все так же и малярки кстати вообще нет ни пятен вообще ничего вообще да он видит а мне по фотографии видно как он все это делал какие пятна поэтому к слову говоря поэтому я консультирую только тех кто покупал через меня оборудование это их конкурентное преимущество понимаете ну смотрите какой-то магазин начал продавать тоже аппарат аспро допустим и вот он-то он продает он какие-то там плюшки может там скидки я не знаю дает или еще что-то да и вот у мастера есть выбор взять скидку сегодня там 10 тысяч рублей либо не попасть на какой-то косяк краской на 100 тысяч рублей либо еще какие-то преференции да могут быть в будущем понимаете вот я про что говорю то есть так допустим мастер быстрее чему-то научиться и у него будет преимущество он раньше начнет что-то делать то что не может человек который нет техподдержки потому что в магазин ну не может дать техподдержку по покраске он может по оборудованию дать какую-то техподдержку грубо говоря это допустим в питере до головная компания менеджер может что-то подсказать но ну никак не местный магазин так и так и как пока с с вами говорю мне вот тоже пришло какая-то проблема с аппаратом или с краской я пока еще не разобрался вот должен отписаться должен был подписаться вот пока с вами говорил пришло видео вот именно момент где он делает так вот так вот и я давай теперь буду сейчас этим разбираться почему он делает на один раз марк 5 пришел ну вернее человек купил когда-то где-то марк 5 и она долго объяснял что почему не так не стало интересно что же там не так ну почему такой эффект получается то есть него на воде набирает давление ну работает как обычно на грунтовке работать как обычно на шпаклевки нифига не работать как обычно набирает давление долго в минуту может быть набирает давление но набирают начинаешь поклевать он опять работает и опять начинает набирать долго давление но опять же набирает на грунтовке работает без проблем на краске без проблем мы два дня разбирались а оказалось все все элементарно но опыт появился да теперь знаю почему такой эффект может получиться это было конечно ошибка этого человека не забывайте пожалуйста что оборудование можно покупать через меня пишите ватсап это самое удобное ну писать то есть это не обязывает прям ментальному ответу прежде чем ответить можно подумать что-то поискать и уже там и фотографию либо видео выслать к прилагая к ответу да то есть более развернутый ответ можно дать вот либо переспросить и человек может тоже подумать прежде чем ответить по телефону потому что бывает слишком быстро и вот это вот обмен вопрос-ответ и может быть не полноценный ответ либо может тащи неправильный даты не подумав сказал и ввел человека в заблуждение поэтому я стараюсь чтобы переписываться это гораздо удобнее чем ну просто звонить по телефону на вопрос сразу отвечу когда выйдет видео курс по малярным работам работаю собираю материалы в телеграме есть группа где люди ожидают скажем так вот ну там много переписки и часто задают вопросы которые как раз есть смысл вставить как раз в этот видеокурс ну то есть вопрос и развернутый ответ на этот вопрос поэтому задавайте вопросы возможно он там сразу же на этот вопрос ответят но и вам польза и мне польза все ссылки будут в описании как всегда всем пока хороших заказов не болейте до скорых встреч и и вот этот момент давление падает факел падает